Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что вопрос поставлен неверно, потому что, во-первых, почему возникло это, почему это произошло, да, вот то, о чём вы говорите. Это не столь важно, не так важно, это не так важно, как, например, то, что это вообще возникло, то есть вы немножечко не на те вещи обращаете своё внимание, да, вот, это вот то, что очень важно для себя выделить прямо. Потому что вам, вот, вам понимание, да, понимание того, почему это произошло, ничего не даст, совершенно ничего не даст вам понимание того, почему это произошло. Вот, то есть даже если вы поймёте для себя, почему это случилось, вот, даже если, всё равно это, как бы, ну, вашего состояния это не изменит, в принципе, да. Вот, потому что, потому что, типа, проблема, она, как была, она такая останется, да, ну, просто потому что это вот, просто потому что это проблема, такая вот, такого типа проблема, да. Ну, вот, это первое, что хочется сказать. Второе, 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 что хочется сказать, это, это то, что депрессия у вас возникнуть, ну, не могла никак, потому что, как бы, депрессия это болезнь, да, это болезнь, это заболевание, и оно развивается, как бы, постепенно, да. Да, вот, и если вы не чувствовали раньше, депрессию, ну, депрессию, вот, то, скорее всего, у вас её и не было. Её до сих пор нет, потому что, ещё раз, депрессия, это болезнь, понимаете, вот. И, просто так, она не возникает, просто так, вот, внезапно, она не возникает, депрессия. Поэтому, здесь я, наверное, вам отвечу вот так, то есть скажу, что, скорее всего, у вас не депрессия, а депрессивное состояние. Вот, по крайней мере, до тех пор, так, можно говорить, до тех пор, пока не будет диагноза, то есть, вот, пока не будет диагноза, да, на мой взгляд, говорить, о том, что у вас депрессия, ну, абсолютно, не целесообразно, с точки зрения психологии. Вот, дальше. Что касается того, значит, почему так случилось? Вам? То есть, из-за чего и почему так произошло? Что касается этого момента. Значит, ну, как я и сказал, вам абсолютно никакой пользы не будет от того, что вы для себя это узнаете, но тем не менее. Я полагаю, что, как и сказал мой коллега, вы просто отношения свои не завершили до конца, да, то есть, отношения просто, ну, не завершены. Вот. Они не завершены были, то есть, вы человеком, вы либо свои потребности, которые у вас были связаны с мужчиной, не научились удовлетворяться самостоятельно, вот. Либо, либо, соответственно, травма от расставания, то есть, именно, вот, ваше восприятие, ну, ваше восприятие того, как вы расставались, продолжает на вас влиять очень сильно, к сожалению. Вот. Вот, в принципе, почему так произошло. Другое дело, что тут надо решить, что вы дальше будете делать, как вы дальше будете поступать. Знаете, в этой ситуации. То есть, если вы говорите, что молодой человек хотел, ну, хотел вернуться, а вы его не принимали, то я так подозреваю, что у этого, ну, были какие-то свои причины. То есть, были причины, то есть, были причины, по которым вы не принимали человека. То есть, были причины, по которым вы не позволили ему вернуться. И вам очень желательно бы разобраться с тем, собственно, что вы, ну, что вы чувствуете сейчас конкретно. Ну, вот. То есть, это вот, мысли о нем, это мысли о чем? Вряд ли, вряд ли вы думаете о том, как сделать человека счастливым. Вот, вряд ли. Вряд ли вы думаете о том, как сделать так, чтобы молодой человек был счастлив. Вряд ли вы думаете о нем. Скорее всего, вы думаете о себе. Я так же думаю. Вот. Скорее всего, вы думаете о том, что хотите вы. О том, чего хочется вам. Скорее всего. Вот. В этом нет ничего плохого. На самом деле. Просто нужно признаться. Нужно признаться себе в этом. Признаться себе в том, что вы думаете о себе. Вот. А не о ню. А не о, собственно, собственно, ну, не о молодом человеке. Вот. И если вы в этом признаете, то сразу станет проще, значит, мыслить и сразу более понятной станет эта ситуация. Потому что сразу будет четкое дано направление вашим мыслям. А ваши мысли, они совершенно очевидно говорят о том, что вы хотите. Они говорят о том, что вам нужно. Они говорят о том, что вам необходимо. Вот. Вот примерно такой момент, примерно такая история. Вот. Вот. То есть это вот, ну, это вот, это вот так. Это вот так. Значит, дальше. Вы пишете, значит, после у меня были отношения, но никаких чувств не испытывала. Возможно, осталась некая идеализация. Значит, ну, по отношению к мужчине. Вот. Вот. Возможно, осталась некая идеализация. Возможно, возможно, осталась некая идеализация. Вот. По отношению к молодому человеку. Возможно, вы считаете, что ни с кем больше быть не сможете. Вот. То есть это тоже, ну, такое, такое, такая довольно распространенная мобиль. И довольно часто люди думают, оставаясь, что больше они ни с кем не будут так счастливы. Вот. Хотя, на самом деле, конечно, это не так. И несмотря на то, что человека вы не приняли, но я так подозреваю, что, несмотря на это, вы все равно считаете его самым лучшим. Вот. Ситуацию гораздо лучше прояснило бы то, например, если бы вы объяснили себе и нам, ну, в первую очередь, конечно, себе. Вот. Если бы вы объяснили бы, в первую очередь, себе и нам, для чего вы вступили в отношениях? В КПР, вот, в КПР класс не получил. Для чего? То есть, что вы хотели. Понимаете, вас, я серьезно, вас никто обвинять не до что не собирается. Вы делали то, что вам хотелось, вы делали то, что вам было нужно. И это неплохо. Это неплохо. Это нормально. Но момент здесь заключается именно в том, чтобы определить, объяснить себе, почему я так поступала, поступила, для чего. Вот, в принципе, такой вот момент. Ну и, соответственно, чего я хотел тоже. Вот. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Еще раз, если у вас есть подозрения на депрессию, хотя вряд ли, вот, то вам стоит обратиться к врачу. Но пока диагнозов у вас нет, речь идет о депрессивном состоянии. Вот. Которая возникла именно благодаря тому факту, что вы человека увидели. У вас возникла ностальгия, что есть появилось желание вернуться вот туда в то время. Вот. Ну и вы, понимаете, наверное, что не вернетесь. Но в действительности еще хотите. Вот. То есть речь идет именно о ваших потребностях. Речь идет о том, что вам хочется, и о том, что вы, ну, как бы, получить не можете. Вот. Я думаю, что в любом случае вам стоит пообщаться с молодым человеком. Это очень важный терапевтический нюанс, если вы пообщаетесь с, ну, вот, с мужчиной. Вот. Вы увидите, какой он. Вы увидите. Изменился ли он. Вы увидите. Вы увидите, кто ли этот человек, с которым вы хотите возобновить отношения или нет. Потому что очень часто бывает такая история, что, ну, как вы уже поняли, я надеюсь, что люди идеализируют. Ну, идеализируют друг друга. Ну, вот. Особенно, если расстаются. Особенно, если это расставание было не по инициативе самого человека. Вот. То есть очень важно, чтобы вы именно пообщались с ним. Вот. Не обязательно возобновлять отношения. Вот. Просто пообщаться, просто пообщаться, это будет неплохо. Вот. И вы сможете, я уверен, вы сможете для себя, вот, сделать какие-то выводы. Я уверен, что вы сможете что-то для себя лучше понять. И, собственно, будет уже, вам будет более очевидно, хотите ли вы с ним строить отношения или нет. Вот. Вот. Часто бывает такая история, что человек встречается вот с своим бывшим объектом любви. Вот. А на поверку оказывается, что бывший объект любви уже, ну, как бы, совсем другой человек. Вот. Ну, вообще другой человек. И человек очень быстро понимает, что речь шла исключительно только о его потребности. Вот. Вот. С вам, вот, по факту, вот, то, что нужно сделать, увидеть, то, что нужно увидеть, это как раз увидеть, что речь идет исключительно только о ваших потребностях, а исключительно только о том, что, в чем вы нуждаетесь. Вот. И надеяться, надеяться на, эм, ну, на возобновление отношения, да, она тоже подлечит, так сказать, коррекции. Вот. С другой стороны, бывает ситуация такая, что люди после долгого времени встречаются и понимают, что они совершили ошибки и хотят отношения вернуть и сходятся. Вот. Такая история тоже бывает, правда, гораздо более реже, но, тем не менее, случается и такое. Вот. Так что здесь, опять же, не нужно спешить с выводами. Вот. вы не приняли человека тогда, когда он хотел вернуться к вам. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.